3 декабря взгляды всего мирового сообщества прикованы к людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам таких людей, защиту их прав. Наш следующий сюжет о Галине Пфефер, маме, воспитывающей ребенка-инвалида. Сегодня дома у Галины Пфефер особенно шумно. В выходные все в сборе. У Галины две дочери и два сына. Ваня и Люба приемные. Детей усыновили два с половиной года назад. У мамы Гали все расписано по минутам. Собрать мальчика в школу, накормить Юлю, Любу отвезти в детский сад. Эту квартиру мы получили от КСК. Большое спасибо, конечно, Пауковой Нине Георгиевне. Благодаря ей я закончила институт. И дома появилось еще двое деток. Чтобы не быть вот так вот, как говорится, кому-то один на один. Чтобы была все-таки большая такая компания, дружная, веселая. А у нас действительно не соскучишься. Когда в семье родилась Юля, врачи сказали сразу, у девочки серьезное заболевание. Она не говорила, плохо ела, только в 9 лет пошла. Но отдавать ребенка в специнтернат мама отказалась. Осталась одна с больным ребенком. Помощи ждать было неоткуда. Стараемся хвататься за соломинку. Здесь нас даже не знают в поликлинике. Как нам один раз сказали, приведите, мы посмотрим. Я сказала, вы извините, к вам пришел на участок, да, тяжелый ребенок. С детской же поликлиники передают. Это все прекрасно видно по диагнозу. Вы придите, поинтересуйтесь. В каком состоянии ребенок? Ни разу никто не пришел, ни разу никто не поинтересовался. А водить ее, как говорится, ну вот как-то не особо большое удовольствие. Вот это вот по поликлинике. Еще год назад Юлю вывозили на лечение. Она была несовершеннолетней. Сейчас все изменилось. По закону с 18 лет девочка стала самостоятельной. И проезд должна заработать сама. На 50% сократили и все социальные выплаты. Сказали, что ребенок уже взрослый. А то, что ничего в этой взрослости не изменилось, кроме 18 лет. Меньше воды употреблять не стала. Меньше света, как говорится, на нее не тратится. Ну, абсолютно ничего. Как говорится, меньше не изменилось. Может, даже и в какой-то степени больше. А все это урезано у нас. Галина признается, вряд ли справилась со всеми проблемами, если бы не дети. И не только потому, что во всем помогают и не дают расслабляться, а вместе и трудности преодолеть как-то проще. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».